Моя жена ебётся с призраками. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из Якутии. В данный момент живу в Румынии и хочу рассказать вам страшную историю, случившуюся с моей женой. Месяц назад я подал на развод. Было бы не обидно, если застал бы жену с другим мужчиной, но я подумал, что моя жена просто спятила. Что было понятно? Хочу рассказать вам эту историю. Моя жена за три месяца изменилась до неузнаваемости. Решил, что у неё просто есть другой мужчина и скоро захочет развод. Если так можно, то скажу открыто. У нас уже полгода нет полового акта. Из-за этого раз в неделю хожу в бордель. Однажды в ванной комнате я услышал непонятные стоны. Неужели моя жена изменяет мне в моём же доме? Когда я услышал эти стоны, я зашёл в ванную, а там, кроме моей жены, никого не оказалось. Какой позор! Моя жена маструбирует. Неделю назад я снова застал её, уже средь бела дня, со звуками «Алехандра», «Клубжи», «Да», «Ещё», «Ещё», «Я не сдержался», решил посмотреть из окна, с кем она там шляется. Вот это да! Жена опять одна. Я думаю, она спятила, окончательно сошла с ума. Три дня назад жена сказала, что подала на развод. Когда спросил причину, сказала, что у неё есть другой. После долгого молчания она начала плакать, то смеяться, как одержимая, и рассказала о своём новом партнёре. Они уже три месяца встречаются в ванной, и его зовут «Алехандра», ему две тысячи лет. Когда я услышал это, я решил немедленно съехать оттуда. Это, конечно, обидно, когда она сказала, что призрак удовлетворяет её лучше, чем я. В тот момент, когда мы разошлись, она сказала, что у «Алехандра» большой хер, и она получает оргазм с первой же минуты после «Вася-Вася» с ним. Конечно, моя история вам может показаться смешной и несерьёзной, но я думаю, что моей жене нужна помощь. Может, молния попала на её голову или что-то упало. Сейчас мне 35. Чувствую, что мне нужна самому опора. В фейсбуке я узнал, что моя одногруппница, Лида, живёт в этом городе. Вчера с ней увиделись. Она пришла со своей женой. Что с этим миром не так? Люди сходят с ума. А может, мне тоже найти мужа? Как вы думаете? Если буду встречаться с парнем, то буду искать парня, похожего на Путина или Лукашенко. Уважаемые друзья, мне нужны ваши советы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!